Как добавить вне биржевой рынок? Как добавить в срочный рынок? Как поменять тариф? Мне поступили дивиденды, смс пришла, не могу понять, куда они поступили, поступили ли они вообще. Еще вы иногда спрашиваете у меня, как открыть индивидуальный инвестиционный счет. Я, друзья, еще не открывал индивидуальный инвестиционный счет, потому что я уже ранее говорил, пока что то, что он предоставляет, мне не особо актуально. Потому что, еще раз напомню, акции я держу долго, не продаю, так что вычет по комиссии мне это, официально я не работаю, поэтому особо толку от этого индивидуального инвестиционного счета нет. Соответственно, у меня пока что только брокерский счет. Вот такие вот вопросы мне постоянно задают в комментариях. Несмотря на то, что Сбербанк это крупная банка, но у Сбербанка есть одна проблема. Основную информацию, а в том числе личную информацию, можно изменить только в веб-версии Сбербанка онлайн. А никак не в приложении Сбербанк Инвестор, как у других, например, брокеров. Вот в этом и проблема. И в связи с этим я решил записать данное видео, где я сделаю обзор брокерского счета в веб-версии. Потому что там именно основные функции. Да, я делал уже обзор Сбербанка Инвестора по функциям, по всему. Но нужно понимать, что в Сбербанке Инвесторе, особенно в старой версии приложения, которую я сейчас пользую, нет ничего абсолютно. В новом приложении, вот он, скриншот, я даже делал обзор на данное видео, есть возможность только лишь сменить тарифный план. Что касается личной информации. Рынки добавлять, счет поменять, куда будут дивиденды, там нельзя. Это все делается в веб-версии. И еще, конечно же, можно посмотреть поступление дивидендов, комиссии в новой версии Сбербанка Улайн. Все там обновляется с запозданием. Самое оптимальное, это на сегодняшний день, конечно же, веб-версия. Там все более шустрее. Ну, возможно, друзья, для вас это слишком напряжно. Большинство работает с телефоном. Неохота заходить в компьютер, в ноутбук, подтверждать по смс-ки вход. Пятый, десятый, да. Для меня, если честно сказать, это не составляет никаких проблем и геморрой. Я с удовольствием открываю свой MacBook, который у меня небольшой. Подтверждаю свой вход и быстро там смотрю, очень удобно. И когда я делаю свои отчеты по брокерскому счету, я смотрю там все сделки, потому что там очень все удобно. И пока данная проблема Сбербанка мне решается, надеюсь, данное видео вам будет полезно. Давайте сейчас перейдем в Сбербанк Улайн в веб-версию и перейдем на брокерский счет. И я покажу, какие у нас разделы находятся с личной информацией, где посмотреть, какие вы сделки совершали, где заказать отчеты брокерские, справки разные и другую информацию. Надеюсь, данное видео будет полезно. Поддерживаю сразу же данное видео лайкосиком. Подписывайтесь на мой YouTube канал, если еще не подписался, буду рад. Сейчас я вот зашел на сайт Сбербанка Онлайн. Сейчас введу свой пароль и попаду в личный кабинет. И покажу вам коротенький обзор, что и как, и где там найти. С каждым разом, как я не захожу в Сбербанк Онлайн, он все замороченный, замороченный. Они его, если честно сказать, задолбали обновлять. Раньше вот здесь была у нас вкладка каталог. Теперь у нас вкладка все продукты. Нужно заходить во вкладку все продукты, чтобы найти брокерский счет. Хотя инструкции, они присылают почту, уведомления у нас, где написано слово каталог. Они до сих пор свои шаблоны еще не изменили. А сайт они быстренько меняют. Итак, чтобы попасть на брокерский счет, заходим все продукты. Не знаю, может быть, когда вы будете смотреть это видео, здесь будет еще какая-нибудь вкладка. Ну, разберетесь. Здесь у нас очень много всего пестрого, ненужного хлама, который может побудить нас нажать куда-нибудь не туда. И вот нам самое главное, вот этот брокерский счет. Нажимаем сюда. Мы можем открыть брокерский счет. Если он у вас не открыт, если он у вас есть, жмем не это к моим счетам. Все погрузилось, мы попали на брокерский счет. Здесь у вас счет, номер счета, ваши активы и насколько они прирастли. Вот здесь вот можно почитать. Что это означает? Дальше здесь можно также пополнить счет сразу же, удобно. Также открыть еще один и открыть сразу же ИИС можно. У меня ИИСа нету. Я уже объяснял почему. Тут можно сразу же нажать сюда, посмотреть тарифы. Рекомендую это вам сделать, если вы еще не знаете. Торговая платформа Сбербанка. Если мы нажмем сюда, она перекидывает информацию про платформу КВИК. Ей не пользуюсь, мне достаточно купить, продать. Для моей стратегии инвестирования мне хватает Сбербанк Инвестора. Причем старого приложения. И самый главный пункт, который нам здесь нужен, это вот этот. Показать детали счета. Нажимаем сюда. Подписчики жаловали, что у них эта вкладка не открывается. Не знаю, все открывается. И вот здесь вот у нас главные вкладки, которые нам нужны. Первое. Это мои рынки. Если мы нажмем сюда, здесь в принципе ничего такого нет. Здесь просто можно будет посмотреть выбранные тут активы, все активы. И тут вот то, что у вас активы, сколько они стоят. И здесь вот так же можно сразу же перемотать. Тут про них биржевой вниз перематывается. Тут же вот про валюты написано, что они доступны. То есть тут ничего, все это я смотрю в приложении, оно удобно, чем в веб-версии. Так, дальше возвращаемся в наши разделы. Следующий у нас раздел операции по счету. Вот этот раздел, заходим сюда, чтобы вы понимали. Вот через этот раздел я вам показываю комиссию, свои пополнения. Здесь очень удобно. Сейчас мы находимся сразу же в разделе заявки. Здесь у нас показываются заявки, вот которые мы акции вы покупали. Вот зайдя сюда, вы можете посмотреть, когда, в какое время, сколько акций, по какой цене у вас было куплено. В приложении Сбербанка онлайн это нельзя увидеть. И в старом, тот же, который я пользуюсь. В новом есть, и кто-то в новом обновляется не так все шустрее, как обновляется здесь. Поэтому удобнее смотреть здесь. Также вы здесь можете выставлять диапазон, выставлять месяца, сколько вы можете посмотреть. Здесь у вас есть фильтр. Покупка, обрабатывается. Число исполненных заявок. Все это очень классно здесь сделано. Следующий раздел, это сделки здесь уже, ну, именно которые вы совершили сделки за месяц. Если здесь у вас отмененные заявки, и вы можете увидеть там по рынку, по лимиту, здесь уже готовые. Ну, я больше пользуюсь вот этим, потому что, чтобы наглядно здесь все движения по счету, именно здесь, даже отмены заявок. И вот этот раздел, где я все время вам показываю, сколько было пополнений. Вот здесь вот я ставлю фильтр пополнения. Вот здесь я ставлю диапазон, какой нужен в роликах, и вам показываю. Вы хотите узнать про дивиденды, вы нажимаете, допустим, зачисление. Все там ставите, например, за последний месяц, и вы увидите вот ваше зачисление, вот все дивиденды. Нажав сюда, у вас вот раскрываются дивиденды по бумаге Россети. Очень удобно, очень все классно. Также и по комиссии. Бывает, когда дивиденды только пришли, у вас может отобразиться вот так вот, как ввод денежных средств. И сумма там дивидендов. Почему так происходит? Потому что дивиденды, когда приходят, они сразу поступают, и с тем, нужно время. Либо там, не знаю, роботу определить, что это было за поступление. И со временем, там, к вечеру, к шести, к пяти, когда уже приходят им с СМС на телефон, тогда и здесь обновляются данные, то, что это были дивиденды. А так они могут с утра прийти, и брокерский счет пополнится. Вот здесь отобразится, как вот денежные средства. Но это я все уже рассказывал. У меня было отдельное видео про дивиденды. Смотрите, там это все детально есть. Следующая вкладка у нас, это у нас параметры счета. Вот это очень важная вкладка. Вот в этой вкладке и меняются все данные, и добавляются срочный рынок, и тарифы, и все. Вот здесь вот, видите, мне показывают, что я могу добавить в новый рынок, это срочный рынок. Мне, в принципе, он не нужен. И вот здесь вот параметры моего тарифного плана. Рекомендую, если вы новичок, все сделать, как у меня. Рынки, но они по умолчанию. Дальше тариф обязательно самостоятельный, потому что на нем комиссия 006, про тарифы я ранее сказал, где смотреть дальше. Дополнительный доход не размещать, заемные средства не использовать, заемные средства до валюты рынка не использовать. Это может быть здесь и вам даст немножко какие-то дополнительные деньги. Лучше не рисковать, а тем более новичок, если вы не уверены, и там все равно копейки, они вам роли не сыграют. И нажать вот здесь кнопку изменить, вы вот тут можете добавить срочный рынок, и можете почитать тариф. У вас размещать свободные цены бумаги, уверенность, все здесь написано, что это означает, тут заемные средства. Все это дело можете самостоятельно почитать. Дальше тут внизу, я не буду листать, там просто моя информация, пролистайте. Тут и счет в рублях, вы можете добавить свой, с которым прокрепляет брокерский счет. Дальше вы, и счета для вывода, долларовый, евровый, также изменить свои данные. Поэтому, если у вас с этим проблема, и вы не знаете, как поменять тариф, вот это видео вам в помощь. Хотя у меня было даже отдельное видео по тарифу, но это уже более обновлено. Следующий у нас раздел, это отчеты. Про него у меня отдельное видео, здесь застряться я не буду. Здесь можно заказать брокерский отчет из прокур 2НДФЛ. Как это все сделать, тоже есть отдельное видео. Ну вот такой вот краткий экскурс. Зайдя в личную информацию, вы можете настроить все так, как настроено у меня, особенно для новичков. Зайдя в личную информацию, вы можете увидеть, возможно, вы открывали брокерский счет неправильно, или вам открыли его в отделении, там понавязали всяких ненужных услуг, и вы все это можете там поотменить, благодаря данному видео. И желательно это сделать, как у меня. Если вам данный обзор понравился, то поддерживайте его лайком, тем самым вы помогаете продвигаться моему каналу, и я буду записывать еще больше таких полезных роликов, в том числе технических роликов. Делитесь со своими друзьями данным видео, оно реально очень полезно. Пишите свои вопросы в комментариях, буду рад ответить, на которые знаю ответы. Ну а если вы еще не подписались ранее, и впервые меня видите, то подписывайтесь на мой YouTube канал. На своем связи был Фокин Евгений, увидимся на просторах интернета, и как всегда, старайтесь больше зарабатывать, откладывать, инвестировать и богатеть.